Я представляю дневник свой 1965 года, первый свой дневник, который я стал вести на летнем отдыхе в деревне, откуда мои родственники, под Владимиром, в деревне Бабаева. Первый раз я, значит, в 1965 году, когда мне было 15 лет, я стал вести этот дневник. Но сама тетрадь, она еще раньше была мной начата, и она была начата в 1964 году в юношеском зале библиотеки Ленина тогдашней, где я переписывал данные звезд из каталога двойных звезд такого астронома Эйткина, американского, 1932 года издания. То есть я брал вот эту книгу, заказывал и переписывал характеристики звезд, там светимость, координаты и так далее. Для чего я это делал? Потому что я тогда увлекался астрономией до своих гуманитарных интересов и хотел создать такой звездный атлас. Что я, в общем-то, фрагментарно и сделал в этой большой тетради в виде таких точечек по координатам сетки, которые я рисовал на каждой странице этой тетради. И потом, значит, в этой же тетради я летом в 1965 году стал записывать дневник, где свои интересы, возникшие уже гуманитарные, я описывал. И конспектировал там же «Критику чистого разума» Канта, книгу которой я купил в соседнем там маленьком городишке Ставрово. Я купил эту книгу, мне очень, как бы, было это, наверное, интересно, вызывало восторг этот текст, и я его конспектировал. Я не все тогда понимал еще в том возрасте, ставил знаки вопроса там, это все там присутствует, но вот этот момент, как бы, непонимания меня еще больше, как бы, восхищал и, как бы, заставлял продолжать делать этот конспект. То есть там, вот в этом дневнике, как бы, были заложены две основные такие характеристики сознания, которые потом раскрылись, собственно, в моем уже творчестве и в творчестве коллективных действий. Это пространство, это звезды, звезды — это как пространство, огромные, колоссальные там парсеки, какие-то миллионы километров и так далее, и время, дневник как время, то есть это даты, там, скажем, такое-то число, следующее число и так далее. То есть течение времени и вот эта вот широта пространства колоссальная уже были заложены в этом моем дневнике 64-65 годов, который, как бы, явился неким Штивангом для последующего моего творчества, так я это понимаю. Поэтому мне показалось важным представить, как источник, да, всего творчества моего, именно этот первый мой дневник 65-го года с этим «Атласом звездного неба». Также мне удалось достать, ну, еще до этого проекта, который мне потом был предложен участвовать в нем, достать, собственно, оригинал этой книги, то есть моя приятница, она у букиниста, там, одного американского, заказала и купила эту книгу и привезла мне в Москву вот этот оригинал издания 32-го года, этого Эйткина, «Каталог двойных звезд». Значит, это вот основное зерно этого проекта и основной источник. Насколько я понимаю, это речевой поток о пустом действии, это видео, которое я снимал в туалете, по-моему, в прошлом году. Такое странное именно место, как место, туалет, потому что вот когда я помню, когда я вел этот дневник уже там в Москве, не в деревне, и когда я занимался звездами, то меня очень привлекали такие герметические маленькие закрытые пространства типа кладовки. Я помню, что у нас была вот кладовка, и в ней я как бы сидел, и там были большие тома черные 50-х годов, большие советские энциклопедии, я вот их там читал и представлял, что это вот мой такой кабинет, как бы замкнутый. И вот это вот крошечное пространство этой кладовки, это в хрущевке такой пятиэтажной, да, в двухкомнатной квартире со смежными комнатами, там была в маленькой комнате эта кладовка. Вот это пространство как бы было для меня очень таким важным, что ли, укромным, герметичным. И потом вот я это воспроизвел, это ощущение этого маленького герметичного пространства вот в этой видеозаписи «Речевой поток о пустом действии». Там вот в основном, по-моему, вот эти вот три элемента должны присутствовать на выставке. Ну, визуальная поэзия – это уже потом как разворот, собственно, творчества уже непосредственно после «Звездного атласа», после дневника, это лет через 5-6, я думаю, это 70-е и 71-е годы. Вот это уже поэзия, звучание поэтическое, но представленное через визуальные какие-то знаки и орнаменты визуальные. Я думаю, это как раз вот через атлас, через эти точки звезд по координатам, поставленные в этом дневнике, эти кругленькие такие шарики, точки, да, они тоже носят такой характер именно визуальности, да, такой поэтической визуальности, вот как эти звезды. И в стихах эти линии, которые там присутствуют, и это как бы такие говорящие, визуальные такие вот элементы пространства. Он связан по месту, вот скорее с дневником, с этим вот 64-65 года, с этим атласом, с этой такой как бы отстраненностью от такого реального мира, который вокруг как бы происходил. Вот он связан с неким таким ощущением вот нахождения внутри некого такого изолированного яйца, как бы, да. Вот с этим это связано, то есть с пространством, с чувством пространства, которое на самом деле как бы всегда только внутреннее, не внешнее. Внешнее пространство не играет никакой роли, а главное вот это внутреннее пространство, как бы, сознания. Понимаете? Такая сосредоточенность. Вот с этим связано, прежде всего. А и оттуда именно из этого внутреннего герметичного такого маленького пространства рождается вся Вселенная, как Вселенная из яйца, там, да, из атома одна. Вот это очень важное. И визуальная поэзия — это уже следующий, как бы, этап развития, вот такого ощущения самосознания и заброшенности в этот мир. Для меня любой архив — это прежде всего подтверждение времени, как бы, да, что это время, вот то, что прошло безвозвратно, и следы этой вот безвозвратности, невозможности вернуться полноценно в то время, этот архив несет в себе вот эти вот переживания, которые были когда-то живы, да, вот тогда, скажем, 20 лет назад или там 200 лет назад и так далее. Вот это вот основное, то есть другой мир. Как бы в архиве художественном я чувствую такие, как бы, ощущения возникают именно какого-то другого мира, которого нет и никогда не будет, но он как-то вот таинственным волшебным образом там просматривается. То, что нам уже совсем, как бы, не знакома, ну, тайна, это некая, всякий архив — это некая такая тайна исчезнувшего мира колоссального. Это и есть, собственно, время. Архив, любой архив, вот его ценность, его главное, как бы, то, что он несет, значение, да, смысл, содержание — это, прежде всего, время. Для меня так. Я… Я… Продолжение следует...